С вами 299 выпуск лучших реплеев, это значит, что следующий выпуск уже будет 300-й, узнаем кому повезло. Ну а сегодня у нас будет та машина, которая в общем-то не боится всех этих ваших новомодных пум и боксеров М48ГАУ-8. Начало, конечно, забавное, союзник решил продамажить сам взводника и за это его немножко повыпиливали. Ну, в принципе, уже вылетело с боя. Собственно, М48ГАУ-8 это та машина, которая может раздать, но единственное, только в правильных руках. И эти руки есть у Кинг Прайда, давайте смотреть, как это будет происходить. В принципе, ГАУ всегда была очень жесткой машиной, но ее не так легко было реализовывать. Типа, это не совсем та машина, которая так просто поехала, вот как добавили там этих поп-боксеров там на фугасах. Типа, просто кидаешь в лицо и делаешь урон. Нет, здесь все гораздо сложнее, но тем не менее, она и сейчас зато может раздать очень хорошо и при грамотном использовании выпиливает все очень быстро. Причем начинается все с того, что у нас, кстати говоря, бой 15 на 15, десятки и девятки. Начинается с того, что он едет в город. Не всегда подобные итехи используют вот так. То есть частенько пытаются отыгрывать как-то издалека, кого-то издалека выпиливать. Но, в общем-то, здесь пробой довольно-таки хороший, но не то чтобы такой, чтобы можно было издалека накидывать и делать хороший какой-то урон. С другой стороны, если вы приезжаете вот так в город, вам нужно очень четко понимать, как вы будете отыгрывать. Потому что если вы выезжаете из-за угла на какой-нибудь ОБТ, вы ему в лоб, ну, не особо там что-то можете сделать, а сами получаете автоматически плюху, потому что брони здесь не особо. И вот как бы вопрос, да, как это все реализовывать-то в итоге. Вот как раз давайте и смотреть, как это будет происходить. Для хорошей реализации, ну, однозначно нужно за миникартой очень хорошо следить, чтобы понимать, где союзники проезжают. А в данном случае они как раз уже ломанули, как видите, по миникарте, по направлению города. И нужно следовать за ними, как минимум. Отыграть от союзников это один из вариантов, как можно отыгрывать. То есть, союзники влетают, делают там какой-то урон, отвлекают. Ты в это время заезжаешь где-нибудь сзади, из-под дымов, к примеру, закидываешь. Здесь вырисовывается вдалеке боксер, но, к сожалению, исчезает. В общем-то, союзники уже у них практически на респе. И противники где-то, вот получается, первая-вторая линия, ну, может быть, возле респа где-то, скорее всего, остались. Дальше как отыгрывать? Вопрос, конечно, да. Здесь Пума впереди, где-то катается недалеко. Здесь он пытается выцеливать. То ли лампу поймал, поэтому дальше не едет. То ли здесь ждет кого-то, кто появится. С этой стороны ждет выезда Буратоса. Но Буратос, по-моему, не особо торопится туда выезжать. Ну и затишье, да. Начало, прям скажем, убилое. То есть, ну, это, в общем-то, частенько бывает. Нагао, ты просто думаешь, как тебе реализовывать. Причем, я вот заметил, в течение всего боя, Кинг Прайд очень, я так понимаю, много времени провел, именно глядя на миникарту и думая, в принципе, куда ему поехать. И, в принципе, наверное, это как раз один из главных таких моментов для успеха реализации этой машины. Просто поехал вперед, хе-хе, стрелять, ничего не получится. Замечает Пуму. Пума должна где-нибудь сейчас прямо здесь нарисоваться. И вот она как раз вылетает, сразу же начинает ее пилить. Чтобы в ответ не получить, кидает дымы, союзники ее подсвечивают. Очень тяжко идет урон, но, тем не менее, полторашечку успевает все-таки накидать. Союзник добивает Пуму. Счет 10-11 потихонечку происходит по карте, такие небольшие размены. Вылетает на термика. Термик, если поставить бор, то это ГГ. Да, так и происходит. Он пытается его выпиливать тоже в ответ с автопушки, но, конечно же, нет. Не особого термика там что-то получилось накидать. А вот если бы были бы термобары в лицо, вот тут было бы... Как раз-таки закидываешь в орудие, ломаешь орудие и понеслась. Тут было бы сложнее. Ну или, в принципе, которые заходят, опять же, в ГАУ без проблем. На автопушке шансов, конечно, у термика было немного. Ну и тут начинается. Здесь Пума. Сзади боксер подъезжает. Вот теперь нужно за всем успевать следить. Пума пытается выпиливать Пуму. По-моему, Пума еще здесь была не расшитая, еще с офигенной броней. С правой стороны еще один боксер. Но здесь, в принципе, союзники вроде бы как уже справляются. Сзади в это время начинают поджимать. Уже союзников не осталось. Там Пума и ПЛ-ка подъезжают в счет 8-9. Опять же, он четко понимает, что он сейчас прямо выезжает. Его ПЛ-ка с Пумой высвечивают и пинают. Поэтому не торопится. Вот сейчас пошел за свет. Он кинул дымы и выехал. Минус ПЛ-ка. Здесь же где-то примерно стоит Пума. Опять же, все аккуратно. Выезжает вовремя из-за углов. Кидает через дымы. Видит, что Пума здесь как раз ее тоже уже отвлекают. И он просто заезжает не без проблем, прям скажем, пытается выпиливать. Тут уже приходится в таран включить, чтобы добить. ХПшки остается уже немного. То есть, вроде бы, все делал аккуратно, но все равно успевает там получить, там получить и уже 600 хп. Но есть Афелия, правда. Здесь он летает сразу же, видит, опять же, еще один вариант заехать Пуму. Пока Пума отвлечена на союзников, залетает к нему, начинает просто в лоб выпиливать. Это делает без проблем. Сзади Киуэнку забирает, там еще несколько разменов, счет 5-3. Но союзников дофигища шотных. Просто там по хп у них совсем, только у Т-14 арматы нормально хп. Ну и тут начинается минуса уже союзников. Опять же, видит Пуму, сразу же летит к Пуме. Пока она там отвлечена на союзника, перестреливается союзником. Вылетает через дымы, опять же, чтобы не спалиться лишний раз. Зажимает спину. Тут уже, конечно, у Пумы, какая бы она ни была, сразу же шансов 0. То есть, передвижение миникарта, миникарта, еще раз миникарта, передвижение. То есть, это исключительно работает только если вы все делаете вовремя, глядя на миникарту, оценивая ситуацию через дымы. Только так. То есть, игра получилась очень аккуратной и грамотной. Если вы играете по-другому на ГАУ, то, скорее всего, ну вы знаете, у вас, скорее всего, урона 2000 за бой, и это уже хорошо. Что остается? Остается два неприятных противника, К-153 и ЗТК-15, которые фолловые и у которых офигительный обзор. Опять же, против них тяжко будет играть, потому что у тебя обзора нет, незаметности нет. Нужно, как в этом случае, реализовывать ГАУ. Давайте смотреть, как это будет происходить. Видит, что 15-ка, точнее Т-14, пытается давить, ее засвечивает, но тут, в принципе, ловит засвет К-153 и очень быстро отходит в ангар. Это, конечно, было супер быстро. Остается ЗТК, по идее, ну, судя по миникарте, скорее всего, где-то там впереди. Одну ЗТК уже бояться не стоит, потому что, в принципе, есть Офелия. И пока там Офелия сработает, пока там ЗТК сделает 2-3 выстрела, тут уже все, там уже от ЗТК ничего не останется. Но, судя по тому, что Пума проезжает по старому засвету, ЗТК уже переехала. И, скорее всего, где-то будет, опять же, уже на Респе, либо в городе. Решает объехать, в принципе, там дальше есть десанта целая куча. То есть, десант точно ЗТК не проехал. Судя по всему, на Респе уже нету. Поэтому он делает такое упреждающее движение. Едет туда, куда может в это время ЗТК переехать. А именно вот на эту точку, на этот перекресток. И здесь уже будет ловить ЗТК. Опять же, смотрите, смотрите за руками, так сказать. Он не едет вперед. То есть, кто-то скажет, типа, о, типа, стоялого, кустодрот, там, и т.д. Он четко понимает, что если он дальше выезжает, и ЗТК где-нибудь там на поляне стоит, ЗТК его пересвечивает и на халяву его убивает. Безответно. Но, если ЗТК вот здесь выскакивает, он его сразу же ловит через борт, через гуслю и моментально выпиливает. Вот это была грамотная игра, по-настоящему грамотная игра на М48. 12 с половиной тысяч домашки и 7 фрагов.